Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН-ТВ. Программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Мужчина в форуме военнослужащего вооруженных сил Украины в ходе конференции ОБСЕ, проходившей в Киеве, заявил, что это именно он передал украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову взрывчатые вещества для совершения террористических актов на территории России. Это сенсационное событие, как и ряд других интересных событий в жизни Украины. Мы сегодня обсудим с академиком Анатолием Пешковым. Анатолий, рад вас приветствовать. Добрый день! Добрый день! Анатолий, вот по словам выступившего, а многие его уже в Украине идентифицировали, называют это, что это был Сергей Стериков, украинский волонтер, который занимался или занимается перевозками помощи для вживных сил Украины по линии канадской диаспоры. Так вот, он свое заявление сделал потому, что, по его словам, в сдаче Сенцова виноваты некие предатели, передавшие информацию российским спецслужбам, и этих предателей нужно выявить. Однако майданная власть не торопится это делать, потому что ей это невыгодно. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, стоит ли выступление Стерикова рассматривать как очередную, может быть, спецоперацию СБУ, дабы действительно Сенцова до конца века следующего оставить там в тюрьме в российской? Или, может быть, это просто вторая Савченко в Украине не нужна? Да, вы знаете, действительно, когда наблюдаешь за действиями украинской службы безопасности, то порой возникают самые неожиданные, так сказать, ассоциации и утверждения. После того, как они убили Варченко, своего агента, знаете, мне кажется, что уже даже скрипали отречают, понимаете, да, в Лондоне. Вот, поэтому, знаете, в шутку сейчас, даже есть такая шутка, что скрипали обратились с просьбой защитить их от СБУ и от Бабченко, да, потому что они подозревают, что на самом деле их отравление было защищено с услуживанием Украины. Вот, поэтому, вы знаете, трудно предположить и сказать совершенно утвердительно, это спецситуация СБУ или это реальное действие ЛЧЭТИ, которое действительно хочет помочь человеку своему другу Олегу Ксенцову. Вот, но в том или в другом случае, все-таки видно, что в этой, так сказать, в этой истории, все-таки, очень много, так сказать, вещей, которое свидетельствует все же о том, что такой террористический акт на территории Крыма, по всей вероятности, все-таки готовился. И все-таки видно, что наши все службы к этому имели прямое отношение. Вот, насколько в этом виноват сам СБУ, конечно, сейчас трудно судить, ну, по всей вероятности, может быть, он даже был использован, знаете, отличающий маневр, а вот эти, а приходится отдуваться по полной программе. Ну, в том или в другом случае, ну, понятно, что тазиная спецоперация готовилась, ну, и, как обычно у нас, извините, мы и на этой операции, мягко говоря, отделались, да, вот, и поэтому часто ГУСа из-за этого страдает, в общем-то, может быть, и не совсем виноватая, а может быть, и вообще ничего не винные люди. Но, так или иначе, это еще раз говорит о, так, знаете, низкой квалификации работы украинских средств. Ну, это мое личное мнение. Анатолий, еще один, ну, скажем так, деликатный вопрос для украинского государства. Как в Украине отреагировали на то, что СЕМ Польши буквально на днях проголосовал за отмену уголовной ответственности за приписывание польскому государству или народу ответственности за Холокост, однако оставил без изменения статью о наказании сроком до трех лет отрицания волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии украинских националистов? Ну, вы знаете, я думаю, что если уже Андрей Дуда и пошел на унесение неких, так сказать, изменений в закону об институте национальной памяти в Польше, да, вот, принятый, вот, я думаю, что, ну, тут, конечно, попахивает уже и, конечно, и польским национализмом, и шевинизмом, вот, ну, более сильная нация, такие евреи, они сумели, наверное, гадыить и заставить поляцев все-таки признать то, что они были соучастниками нацистов в процессе, то есть эти уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Ну, а украинская нация, так сказать, она, значит, в общем-то, по сути дела, разразненная, видите, сейчас слабая, и, собственно говоря, некому защитить реальных украинцев, потому что на самом деле в мире складывается ситуация такая, и такая возникает точка зрения, что вроде бы все украинцы, это все бандеровцы. Хотя, ну, я вот хотел бы различать эту точку зрения, потому что на самом деле, ну, я так скажу, центральная Украина, южная, северная, восточная Украина, это нормальные люди, в основном это не бандеровцы, да, то есть, может, среди них есть что-то, кто переехал в западную Украину и вот такую идеологию нацистскую пропагандирует. Ну, в целом, конечно, знаете, я рассказывал о том, что даже моя тетя, она была учительницей, значит, арифметики, она уже умерла, к сожалению, в 91 год, а тогда она была молодой учительницей, ее послали в Ровенск в область в 54-м, по-моему, году, в Шаринский район, и она преподавала там детям арифметику. И вот однажды ночью пришли бандеровцы и начали вешать всех учителей этой школы. И она одна осталась только жива, и это только по той причине, что женщина, которая она жила на квартире, она закрыла ее своим телом и прямо сказала, я не дам повесить свою дитину, потому что, ну, это доброе дитя, как ангел. Ну, то есть, она в переводе на русский, это означает, что она сказала, что этот ребенок, как ангел, я не дам его повесить. И она еще сказала, за что вы ей хотите повесить? За то, что она вашим детям арифметику преподает? За что вы хотите ее повесить? За то, что она арифметику вашим детям преподает и учит? Она же не учит чему-то, какому-то русскому языку или политическим каким-то наукам и так далее. Вы знаете, это единственное, что оставило ее в живых. И вот поэтому, знаете, мне, наверное, немногим людям очень близко, понятно и знакомо, что такое Бендеровичина из уст моей родной тети, которой, к сожалению, уже нет живых. Но она мне очень много об этом рассказывала. И она благодарила судьбу, что осталась живой. А все учителя, тоже такие молодые люди, к сожалению, были повешены, да, Бендеровичин. Поэтому я не оправдываю Бендеровщину, я являюсь ярой ее противник. Но я просто хочу сказать, чтобы люди во всем мире понимали, что Украина – это не Бендеровщина. К сожалению, знаете, то, что в 1939 году Сталин присоединил вот эти западные области Украины и территории Советского Союза и нынешней Украины, знаете, его, в общем-то, многие даже и предостерегали от этого. И видите, оно, наверное, оказалось и пророческим. Вот эти предостережения, что не стоит их присоединять, ибо с этими людьми будут проблемы. Вот у нас сегодня и есть эти проблемы, к сожалению, видите. Очень на таком генетическом уровне с этими людьми общаешься, и вот они все равно, что бы ты, где бы доводы им не приводил, абсолютно аддиктивные, показывающие их бессмысленность, их первозрение, они все равно остаются на своей точке зрения. Они по-прежнему убедены в необходимости уничтожения, значит, русских, евреев, цыганов, видите, да. Ну и даже Украинцы, те, которые разваливают на русском языке, они тоже считают, что это москали, их тоже надо уничтожать. Вот такая у них психология. Я не думаю, что эту психологию удастся быстро поломать, тем более, что, к сожалению, нынешняя власть, приходя из власти, она использовала именно эти националистические подразделения и отряды для подавления, так сказать, здравых сил в Украине. А сейчас она сама уже не может справиться с этим джином, который она выпустила из бутылки. В этом трагедии это не то, что украинство народов, но и всех народов и национальных меньшин, которые проживают на территории Украины. На мой взгляд. Анатолий, огромное спасибо за ваше высказанное, очень откровенное, смелое мнение по обоим вопросам. У нас, к сожалению, не осталось уже времени. Есть еще вопросы, которые я планировал с вами обсудить, но я думаю, в следующий раз мы обсудим и поговорим на другие темы. Огромное вам спасибо, здоровья, всего самого доброго и до новых встреч. Спасибо, до свидания. Спасибо, и вам всего доброго. Спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго, до новых встреч.